Всем привет! Вы на канале Вовчик Плей, с вами Ольга. Завтра четверг, 7 ноября в игре пройдут плановые технические работы. Сервера игры будут недоступны с 9.00 до 13.00 по московскому времени. В указанное время пройдут технические работы на официальном сайте. Завершаются ивенты, приуроченные к Хэллоуину. Хэллоуинский дневник приключений. За завершение данного дневника можно получить декор в дом, кожу нубера и сундук аксессуаров. Не ахти какие награды, но и делать по дневнику ничего особенного не нужно. Задание выполняется один раз на аккаунт. Дневник доступен только во время хэллоуинского ивента. Запечатайте черную ведьму Изабеллу с помощью рамки с неведомой энергией. В ходе данного ивента также можно получить предмет для установки в доме, который дает баф на 2 часа плюс 15 атаки и 100 хп. В 22.00 сегодня я забыла появится последний раз в этом году. Все предметы, полученные в ходе данного ивента, украшения на плечи, дающие различные бафы, жуткая хэллоуинская конфета, странная хэллоуинская конфета, можно использовать и после окончания ивента. Жуткая тень призрака в пепельном лесу. На спотах больше не будет появляться валькрас. Станут недоступны. Квест «Отыщите настоящего споука», ивент «Окутанная тьмой печать», ивент «Фиолетовые и оранжевые кубики черного духа» за вход в игру. Использовать полученные кубики на ивентовой доске приключений можно еще в течение недели до 14 ноября. В ходе технических работ 14 ноября кубики будут удалены. Заканчивается календарь наград за вход в октябре и скидка на игру Black Desert Steam. После выхода обновления аксессуары Харзата многие игроки стали создавать эти аксессуары. Игроки, у которых раньше не было ПВП-бижутерии, теперь могут получить более широкий спектр характеристик благодаря системе модификации бижутерии с помощью кристаллов рассвет. Так как усиление новой бижутерии требует большое количество высоких фейлов, потребность в источниках насыщения увеличилась. В завтрашнем обновлении на спот Лес Токеби и застава красных разбойников будет добавлен новый предмет – источник скрытого темного насыщения. Как и существующий источник темного насыщения, он позволяет увеличить значение вероятности усиления при использовании, а значение, на которое он их усиливает, вы видите сейчас на картинке. По этой же причине примерно на 20% увеличилось количество игроков, которые выбирают в качестве спота для фарма руины Тунра. Некоторые участки рельефа были улучшены, чтобы сделать маршруты передвижения и фарма в локации руины Тунра более удобными, а также были размещены дополнительные группы монстров. Две территории, представленные на картинке, были соединены, а расположенные рядом деревянные ступеньки удалены. В область добавлена новая группа монстров, а некоторые группы монстров были улучшены и стали более плотными. Кроме того, увеличилось количество существующих групп монстров. В случае с охотничьими угодьями страны Утро, поскольку в настоящее время их посещает много игроков, количество мест для фарма будет увеличено. В лесу Токиби дополнительно размещены две каменные статуи. Также исправленные ошибки внесены следующие изменения. Каменная статуя в охотничьих угодьях леса Токиби была улучшена, чтобы персонажи не сталкивались с ней. Исправлена проблема, из-за которой падала частота кадров во время боя. Исправлена проблема, из-за которой монстры не игроковали игроков в определенных ситуациях во время сражений с монстрами леса Токиби. Блуждающий огонек, появляющийся, когда Туаксинь исчезает после атаки, был изменен и теперь появляется рядом с местом атаки. Застава красных разбойников пополнится тремя новыми караульными постами. После победы над главарем появляющееся лисье пламя было изменено, чтобы возвращаться на место своего появления, если отойти от него. Исправлена ошибка, из-за которой монстры-бандиты не вызывались обычным образом, если поблизости находились другие игроки. Исправлена ошибка, из-за которой очки опыта навыков ненормально начислялись при убийстве монстров в лесу Токиби и заставе красных разбойников. Внесены изменения и в другие охотничьи угодья. Например, устранена проблема, из-за которой персонажи проваливались под землю в некоторых местах охотничьих угодья города мертвецов. Удален камень, находившийся поблизости от места фарма на фонаре деки и руины храма, мешающий нормальному передвижению. Исправлена ошибка, из-за которой по монстрам в охотничьих угодьях Холм Квинт в Эльвии не проходил урон. При обмене аксессуара Деборика на Харзат добавлен квест Черного Духа, который позволит вам проложить автопуть Кайн Грейт в Общество Равновесия. Он не будет отражаться для игроков, которые уже выполнили предварительный квест по обмену аксессуарами реликвия королевской семьи Аксульфа. Квест был добавлен в раздел Рекомендованное задание. Улучшены задания для получения феи. Теперь вам не нужно крафтить особый мед и отдавать лепестки Лейлы, чтобы завершить квест. Улучшена возможность снимать и одевать сбрую для лошади и обвесы для судов в конюшне и доке. Теперь нет необходимости вызова лошади или судна. Окно оборудования было изменено или открыто по умолчанию, когда вы открываете конюшню или док. В ходе завтрашних технических работ будет сброшено количество отметок «Нравится» в групповых чатах. В награду за активность игроки с золотыми, серебряными и медными иконками черного духа получат временный титул на 90 дней. Титулы за рейтинг, полученные до обновления рекомендованных групповых чатов, будут удалены во время технических работ. Ну и напоследок несколько информаций о предстоящих ивентах. Сегодня на корейском сервере стартовали ивенты, связанные с обществом Шикоту. Если в двух словах будет добавлен календарь, из которого можно будет получить 100 монет Шикоту, за время проведенное в игре будут приходить предметы, которые можно обменивать на сундуки Шикоту, в одном из которых в качестве награды с очень низким шансом можно получить оружие черной звезды вплоть до 20 уровня, а также советы Валкса и другие предметы. На спотах будет появляться расхититель сокровищ Ару-Ару, при поимке которого будет выпадать от двух до шести сундуков с сокровищами. Ивенты вкусные, надеюсь они не обойдут нас стороной. А на этом все. Кому видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забудьте нажать колокольчик, чтобы не упустить видео на канале. Всем огромное спасибо за внимание, всем пока!